Подпишись на мой канал и будь всегда в курсе всех событий. Оппонент вора в законе Гули вышел на свободу и вылетел в Баку. 36-летний Эмин Аджу Кабульский, коронацию которого Гули в свое время категорически не признал специально посвященной этому случаю Малявой, входит в коалицию злейших врагов влиятельного азербайджанского законника. 25 января из СИЗы номер один в Красноярске после отбытия срока наказания освободился бывший вор в законе Эмин Ахмедов, более известный преступному миру как Эмин Аджу Кабульский. До сведения освободившегося законника сотрудниками ГУР МВД РФ сразу же было доведено решение руководства Министерства внутренних дел о нежелательности пребывания азербайджанца Ахмедова на территории России пожизненно, после чего Эмин Аджу Кабульский вылетел в Баку. За плечами 36-летнего Ахмедова, коронованного пять лет назад представителями клана Кордавом Зарелуа, только одна, но длительная ходка. 10 декабря 2007 года Ахмедов был приговорен Мазгарсюдом за бандитизм, разбой и покушение на убийство к 13-му годам строгого режима. В течение срока заключения Ахмедов содержался в исправительных колониях Чувашии, Карелии, Магаданской и Владимирской областей, а также Красноярского края, дважды переводился на тюремный режим. При этом воровской статус Ахмедова в уголовной среде окончательно не подтвержден. Вместе с Ахмедом Шалинским, Звядом Тбилийским и Рошадом Генджинским Эмина Джокобульского короновали через месяц после убийства деда Хассена члена Менгрельского клана Кордавом Зарелуа. Однако спустя три месяца Эмина Джокобульский не был признан вором в законе азербайджанским законником Надиром Салифовым, Гуле, который, пользуясь своим влиянием, наложил запрет на коронацию любого земляка без своего ведома. Вернуть воровской титул Ахмедову помогли в феврале 2017 года воры в законе Пичуга и Ваше Тбилисский. Однако уже через полгода в красноярской тюрьме его статус не был подтвержден группой законников, в числе которых были Саша Шамас, Леван Гальский, Каба Краснодарский и Юра Лазаревский. Однако в своей не просто складывающейся воровской судьбе Эмина Джокобульский венит именно Гуле. Осенью 2017 года Разбалт сообщил, что Эмина Джокобульский примкнул к другим азербайджанским законникам, Рафику Эвазову, Рафик Масалинский, Джавиду Мамедову, да так Джабединский, и Джихуну Аскерову, Джихун Гянджинский, в клановой войне против Гуле. У всех четверых есть личные мотивы ненавидеть Гуле. А Рафик Масалинский, который мстит Гуле за отрезанные его подручными ухо, еще тогда приступил к активным действиям. В апреле 2017 года его люди убили в Санкт-Петербурге Джабир Гасанова, который участвовал в кровавой расправе над Рафиком в декабре 2016 года. Спустя месяц в Одессе было совершено покушение на двух доверенных Гуле, Илгама Гаджи и Векта и Архалы. А в начале сентября в Тбилиси был убит еще один из обидчиков Масалинского Эльшин Мамедов. Как сложатся далее взаимоотношения освободившегося Эмина Джокобульского с Гуле, неизвестно. Однако освободившись Ахмедов уже вылетел в Баку, где до недавнего отъезда в Стамбул более месяца находился Гуле, где у самого влиятельного азербайджанского законника множество последователей.